Девушки отдыхают 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 Там, короче, пак с татухами. Их много тут. Всяких разных. В общем, всякая фигня, фигня, фигня. Ещё такой цветочек есть. Можно прям растатурироваться вперед и в это самое. И сзади, и спереди, и по бокам. И будешь прям мега красивый. Ну, наверное, цветочек. Хотя у неё ещё на щиколотках прикольно есть. Покажешь, что там у тебя. Жалко, ноги отдельно не приближаются. Во, вот такой цветочек. Давайте я ей на щиколотке вот такой цветочек. Сделаем, что у нас есть на руках. На спине. Но на спине там крылья всякие были для балерин. И не только на спине. Давайте ей, короче, вот такую на ноги цветочек. А с руки тогда пока. Ну, кому-нибудь ещё. У нас просто такая тема, что у нас тут все в татухах каких-то ходят. Я думала, такая тема будет только в лесу, но нет. Мы пошли дальше. Давайте начнём с мужика-овчарки. Ух ты, красавчик. Я так тебя и представляла. С этим мужчиной будем работать. Или не будем. Или ещё потыкаем. Надо пару полицейских. Полицейские всегда парами работают. Один ответственный, чернокожий, высокий, накачанный полицейский овчарка, а его напарник маленький пухлый бульдог, который постоянно ест в пончике. Ха-ха-ха. А овчарки бывают? Темного окраса. Что-то какие-то вы синекультуристы, парни. Господи, один лучше дорогого. Ха-ха-ха. Это же флэш-центр был. Никто из них не вдохновляет. Ой, ладно, короче, всё. Давайте, вот что выпало, с тем и работаем. Всё, я потыкала, мне ничего не вдохновляет. Будем делать с нуля. Так. Что такое красивый наш? О, этот даже более-менее атлетический выпал. Так, всё, мы сейчас снимаем. И перво-наперво это мы, конечно, будем разбираться с хвостами и со всем остальным потом это лицо делать. Насчёт двух полицейских посмотрим. Насчёт влюблённых голубей я тоже пока не уверена. Это будет голубь и голубка, их будет двое. Вот. Но будут ли они влюблёнными, это давайте порешим в процессе. Так. Насчёт двух собак тоже пока не знаю. Просто форма у меня, кстати, форма. Так, ну, во-первых, в принципе, да по форме тела ок. Можно, конечно, его ещё подкачать. Мне интересно... Я форму просто скачнула, но я ещё её не мерила, поэтому давайте мы для начала посмотрим, как на нас форма вообще сидит. Потом уши, хвост и всё остальное, а потом уже лицо. Вот. Вот такую форму я качнула. Она, правда, ну, по-моему, американская, а может быть... Я не знаю, я не разбираюсь в формах, а может быть, европейская. Я бы, конечно, хотела аутентичную французскую, но я без понятия, как они там выглядят. Поэтому... Чё скачалось? Там ещё фуражка есть. Ну, как бы вот. А также я хочу ему хвост пушистый. А там у нас были уши прям с хвостом волчьи, да, которые... Дайте-ка. Ща, погодьте. Погодьте. Давайте сразу с ушами и хвостами разберёмся. Рогов накачала на газели в будущем. В общем, я сегодня так это основательно посидела. Совсем. Это? Нет, не это. Это? Нет, не это. А, нет, там парень, по-моему, был нарисован. Кажись. Кажись. Но это не точно. Щаз. Щаз. Блин, сложно. Ещё у меня шапки-ушанки, кстати, есть. Вот этот, который мы нигде не применяли. Короче, я хотела вот этот хвост, как у нас у волка, а только какой-нибудь коричневый под овчарку. Вот. Но мои овчарки, они как бы серо-коричневые такие. Ну, в смысле, я хотела собаку с пушистым хвостом, чтобы было понятно, что это собака. Потому что предыдущие у нас товарищи очень были не похожи на собак. Тут ещё, кстати, к этому комплекту идёт шапка, но шапка вместе с хвостом у нас надеть не получится. Поэтому у нас будет полицейский без шапки. Там ещё фуражка есть в этом же комплекте. Но мы выбираем хвост с ушами. Наверное. Ну, такой серенький. Он как бы не серенький, серо-коричневый. Волкаут прям серый-серый. Это такой сероватый. В общем, всё ещё мучаюсь с дровами. Возможно, проблема с самой винде. Я уже не знаю, утомили меня эти дрова. Так, Луна, а что у тебя? Планшет ты нашла среди устройства? Вообще, винда, в принципе, как устройство, даже неопознанное видит или нет? Два чернокожего. Можно не совсем уж черного, но потемнее. Овчарки же коричневые, спинка у них черная. Дайте-ка я фотку от овчарки открою. Как поздороваться с человеком наступило, теперь выглядит, как будто я второй раз здороваюсь. Нормально. Привет. Хвост гривистого волка есть. Так, овчарка. Сейчас. Ну, овчарки у нас такие, как бы, ну, у них спинка чёрная, в принципе, хвост, кстати, можно и более насыщенный взять. Можно не чернокожим, можно просто очень смуглым. И челюсть можно по квадратней немножко вывести. Хотя вот есть чёрная немецкая овчарка. Вот есть чёрная немецкая овчарка, представляете? И такие собаки бывают. Ну, просто, я чё, объясняю? Просто я не люблю, когда делают персов просто чернокожими, но без соответствующего, так сказать, без соответствующего черт лица. То есть, если чернокожий человек, то, по моему мнению, у него должен быть там широкий нос, там, такие более своеобразные скулы и всё остальное. То есть, он должен был похож на свою расу. Вот, такой, как бы, вот, можно сделать просто его каким-нибудь, какую, какую расу ему сделать в виде за какого-нибудь. Мне, конечно, нечем сравнивать, но 74 кажется лучше предыдущих версий. На самом деле, у каждой из версий есть свои, как бы, плюсы. Ну, вот такой типа цвет. То есть, как бы, было сделать очень смуглым, но не до той степени, чтобы он был прям чернокожий. Вот. 2 и 73 со своими плюшками. У Sims 3, например, открытый мир. Вот. В двойке там тоже классные штуки были. Я, конечно, уже давно играла, я мало что помню, но фанаты есть до сих пор у всех частей. Короче, первые сели в Переверс Вайт Сай и очень удивились, когда увидела что-то лучше, чем в жизни. Потом, при том, что рисую мышкой со скетча. Интересно. То, там есть немного красный хвост, он похож на гривистого волка. А, гривистый волк? Так и называется животное? Гривистый волк. Давайте-ка. Гривистый волк. А-а-а! Смотрите, какая прикольная штука. Вот такие. Слушайте, каких только зверей нету? Жесть какая. Ну, в смысле, не жесть, а прикольная. Я таких даже не помню, что-то видела. Изучаем зоологию вместе с чатиком. Помню, когда нас последний раз грабили, то кинолог приходил очень няшный очень няшный песель у него был. Классическая немецкая овчарка звали Арч. Кстати, Арч хорошее имя. Мне нравится. Я даже не пойму, вроде висит и вроде нет. Странно, все в общем через раз работает. Ну, ты просто ее как бы тыкаешь и смотришь. Сначала смотришь, потом тыкаешь, еще раз смотришь, можешь скриншот сделать и сравнить, появляется устройство или нет в принципе. Или оно прерывается, а потом пропадает. С компа отвеча работать не захотела, пришлось в срочном порядке ставить на планшет. А результат домика лебедей же показали, Джек. Я сказала, что я не доделала. Я скачивала доп и поэтому не доделала. Только не Арч, у меня так собаку зовут, будет кринш. У нас первый подтвержденный зараженный в городе, при том, человек приехал с Москвы и ответственно сидел на карантине две недели. Когда проявили симптом, это вызвал врача, врач послал его в поликлинику на снимок, он пошел в чердях там сидел. Жесть. Арчибальд. Ладно, давайте так. А если делать вторую собаку, то вторую какую интересную? Давайте-ка я еще раз овчарку включу. Что-то я отвлеклась на волка. Так. Гривистый волк. Овчарка. Ну, у овчарки у классической такой, у нее разный хвост. У кого-то чернее, у кого-то песочней. Блин. У него потому что с одной стороны черный, а внутри песочный. А, можно попробовать черную овчарку сделать? Я даже не знаю. Сурово. Сурово. А вторую собаку какую делать? Ну, чтобы в смысле были отличительные у него черты какие-то. товарищи, что с тобой делать? Вот. Отлично. Вот, кстати, на голубя вот эту прическу взяла. Мне кажется, для голубя будет в самый раз. Кстати, неплохо такой. Классическая мужская стрижка, знаете, для военных целей. Ну, вот такая. Давайте такую. Он похож так на волк. Крис, ты не включишь свет? Сейчас ты закрыл окно. В чем проблема с левой чернокожего с правильными чертами лица? То, чего все одинаковые. Сильно загорел его ни в чем, а именно чернокожего. Проблема в том, что это называется Blackface, да? Это когда европеоидного существа просто перекрашивают в темный цвет и это получается кринжово смотрится, потому что, ну, это вот, знаете, как в тех же покемонах, например, ты выбираешь как бы персонажа вначале, там есть, там посветлее, потемнее, а лицо у них одинаковое, как бы, анимешное. То есть, они не становятся негритятами, они как есть, так и есть, так что это самое. Ой, короче, да, я обвиняю покемоновый Blackface, поэтому, короче, да. Против смуглого ничего не имею, но против откровенно чернокожего имею. Не, можно ему, конечно, у нас попробовать какой-то еще более картофельнообразный сделать. Можно брови еще толще? больше, ну, можно толще, но чтобы были толстые, суровые. Ржать. Сейчас, сегодня будет какое-то самое. А второго толстенького собаку, да, вы хотите? Толстенького собаку? Ну, только питбули у меня всякие в мысли приходят. Наверное, не знаю. Что ж тут такое красавиство? Что красивее, красивое. Мешки под глазами от передозировки кофе. Пупер привет. Я так говорю, что сделать его с естественными чертами, то есть широкий нос, губы, а, в смысле, губы скулы, как есть в чернокожих, а я не про блэкфейст говорю. Ну, в принципе, я тут хотела сказать, откуда чернокожие в Париже, когда вспомнила, что в Париже куча чернокожих. Слушайте, я не знаю, я никогда не делала афро этих самых товарищей. Может, мы афро-товарищи оставим до летнего региона? Ну, в смысле, до пустыни, там они будут больше в тему смотреться. Сегодня будет весело. Может, корги еще? Корги. Ну, я даже не знаю. Другой подбородок. Сейчас, подождите, до подбородка мы еще дойдем. Нам так хватает толерантности в фильмах, давайте без чернокожих. Не, я не против, но сделать это в теплом регионе, где он будет хорошо смотреться. Я вообще Добермана хотела бы увидеть. Добермана мы уж уже это сделали. Вот он, Доберман, товарищ. Товарищ Добермана мы уж уже сделали. Это же Доберман у нас. По идее. Или, а, нет, это Дог, это Дог, не Доберман. Блин, а как Доберман выглядит? Сорян. Ну, Добермана, по-моему, не пушистый хвост, поэтому Доберман. А, ну, Доберман, Дог, вы знаете, они достаточно одного подтипа, ну, как бы стоячие уверх уши, вот это все. Вот, Доберман это вот такой, который. Я думаю, при наличии Дога Доберман уже это самое, вот овчарка, да, можно поиграться. Вы знаете, у овчарок в основном как раз-таки не злые глаза, очень даже грустные. Он такой добродушный, лопоухий. Поэтому то, что я ему там злые глаза, может, его более пушистым по волосам сделать? В смысле, брови. вниз я ему, конечно, с перебором опустила. Чего у тебя с подбородком, чувак? Почему его нет? Просто. Знаете, самый первый был самый нормальный. Девушка пудель с планшетом Твич непривычный. Доброго времени суток. Всем привет, да. По поводу черных овчарок, я видела такую рыжую хаски, вот это было неожиданно. Прикольно. Они разные, не надо их путать, доберманты скорее спортивные подтянутые псы, а доги это гладиаторские боевые. пупа подбородок. Да я уж убрала ее, нет, разве? Ну, в смысле, это другая подбородок. Без этой. Ну, вот, допустим. Тут уже точно не обвинить ее. Может, ему более лохматую прическу попробовать? Ну, в смысле, более волосатой. Так, если что, на нас сейчас какая прическа? Вот это. Из на работу. Окей. Что у меня тут есть более волосатая? Более волосатая. Спасибо. А вот это что такое? Это из мазкина такая? Ух ты, прикольная. Это, конечно, не наш вариант, но прикольная. Ну, только если женские, наверное, вырубать, что-то пацанячих. О, красавчик. Короче, это самое. Держите меня семеро просто. Что-то какие-то более волосатые. Вот она, вообще ручка очень плохая. Забитый пуделек. Так, это у нас хотят медведя. Дредики. А, это что такое? А, это это. Слушайте, ну, мне ничего не нравится. Женский подрубать не очень хочется. Потому, что женский это будет жесть. А, это что такое? Вот я тут накачала. Вернем, короче, ту, которая была, я думаю, не будем париться. У тебя у тебя у нас еще есть вот такие всякие смешные. А, это из мира магии тоже самое главное. Короче, ладно. Раз у нас... Ух, тут еще такие всякие прикольные есть. Раз это у нас под вид. я немного сейчас все переберу. То есть, я не знаю, я овчарку как-то, ну, нет у меня особых о ней представлений в голове. Ладно. Что у тебя там было? У него была на работу какая-то вот эта. В общем, сижу, обновляю винду, может, поможет. Почему-то я на роли овчарка-полицейская представляю Дуэйна Джонсона. Дайте-ка на Дуэйна Джонсона посмотрим. Хуиз. Может, мне что-то вспомнится. А, скалу которой? Так бы и сказали, что скалу. Я бы там быстрее поняла. Ну, ну, у него нет в причастке. Он лысый. Может, какую-нибудь солдатскую стрижку? Ну, вот, можно что-то клад... Ну, я же ему самую первую тыкнула самую классическую солдатскую стрижку, где тут было под горшок. Здесь, правда, тут прикольные всякими этими самыми. Какую-то мы самую-самую первую тыкали ему. Сейчас. Где-то она... Она смешная, на самом деле. Ну, наверное, перебор. Вообще, вот есть... Нет, не эту. Или эту. А, да, эту я, по-моему, тыкала, кстати. Вот и классическая такая. Оп! Она, кстати, как раз идет с набором на работу. И, мне кажется, она как раз подразумевает использование в солдатской среде, ну, в детективной. Ну, что, давайте проголосуем за вот это... За эту, которая только что была, и за вот эту по... по... Не знаю, по молодежней. Скетчик набросала. Понимка, скексиком. Вроде маленько получается. Я поняла, что Дуэн Джонсон это и есть скала, я просто про то, что я его под именем Дуэн Джонсон уже давно не помню. Он у меня скала и скала уже. Лысая прическа. Короче. Ну, совсем лысый, наверное. С собаками у меня плохо ассоциируется. Давайте голоснем вот между вот этой. Давайте мы ее назовем солдатской. И между вот этой просто ну, просто короткой. Вроде как в тему. Давайте я сделаю голосование прямо в чате Твича. Будем пользоваться новой. Она вроде как должна работать. Ну, алло. Вот. Так она открывается с десятого раза у меня. Все, вопрос пошел. Вообще было бы проще. Можно было бы найти в Фурика овчарку и посмотреть, какая там прическа. Фурика овчарка? Как думаешь? Так, у меня выключен захват экрана. Дайте-ка овчарка фурик напишу. В избежание овчарка фурик. Ну, я вижу фуриков с головой овчарки. Реально. Прям с головой овчарки овчарки. Без прически, то бишь. Ну, не знаю. Тут как бы в основном просто фуриковая голова без особых причесок. Ну, в смысле просто собачья сверху. Да неправильный Фури. Хотя вот тут и с ракезом есть и какой только нету. На самом деле, в общем. Ну, да, овчарок как военных часто рисуют. Я смотрю. Солдатская лучше смотрится. Солдатская это вот другая. Это вот молодежная такая вот с как-то хипстерская, я бы сказала. А вот это вот чисто солдатская. Но она больше тема, конечно. Чего вы там голосуете? Пока побеждает молодежная. Модно, стильно, молодежно. у меня все нравится, не могу выбрать. А тут кошачьи хвосты тоже есть, интересно просто. Я качала допы и кошачьи, и собачьи, и все там. Короче. У нас поселился Бэтмен. Солдатская полицейскому идет больше. Солдатская. У нас не фури, у нас хуманизация. Ну да, да. Не могу голоснуть, но если что, мне больно еще нравится молодежный вариант. Так, ну, по голосам у нас 10,8. Ну, даже если считать мой, допустим, то 10,9. Ну, я даже не знаю. Годы на этой неделе не радуют, то снег, то ветер. Ну да, у нас то, что снег, то ветер, то дождь. Ладно, давайте оставим более презентабельно молодежную и дальше будем. Так, чувак, тебе надо что-то, хотя я не знаю, надо ли ему еще что-то, что ему еще с лицом сделать? Пишите, товарищи. Что ему еще с лицом сделать? Ну, просто губы мне вроде как нравятся. Может, этому скулы другие попробовать, более скулистые? Хотя, ой, мужики, это такое дело, знаете, мужик и мужик, что с него взять, как говорится? Как это, чуть красивее обезьяны уже хорошо. Сорян, мальчики в чате. Это поговорка, вот, ну, вот эти вот более скулистые скулы такие. Такой, сразу такой, давайте создадим брата-близенца данному молодежи другому солдатскую. Давайте усы. Усы? Не, ребят, я думаю, усы-то будут, мне кажется, солдаты тем более, ну, полицейские усы обычно не носят, нет? Ну, по крайней мере, обычно. Всегда больше делать любила женщина, это точно. стул выкладывала, к нам летучая мышка залетела, теперь живет на кухне и спит, и Фаси чуть не схавала. Реально летучая мышь? Откуда у вас летучая мышь в городе? Он у нас молодой. Знаете, что ему надо? Ему надо темные очки, вот что ему надо. Ему надо темные очки. Кип только ему более прикольные, темные очки. Не то, что такие, вы знаете, классические. Одежда и мотоцикл, пожалуйста. Во. Ну, вообще сразу такой брутальный, но раз у нас нет возможности надеть фаражку. Короче, пишите, что ему еще сделать с лицом. То есть, я не знаю, меня устраивает мужик и мужик, серьезно. У меня фантазии никакой. И пишите, что мы ему будем ставить. Ну, активный, понятное дело, наверное, сейчас посмотрим там. За правду что-нибудь надо. Где у тебя ботинки какие-нибудь? А что полицейские носят в качестве обуви? Ну, конечно, ему какие-нибудь, может, ботинки-ботинки бы подошли. Модные. Вот это, кстати, от чего идет. А, это они есть, кстати. Никогда не смотрела, что носят полицейские в качестве туфлей. У него форма почти как у Леона из резика. Ну да, берц какие-нибудь или туфли. Кибург-убийца, ботинки. Реально, в дискорд тоже кинула нас в основном в подвалах и гаражных оперативов живут. Окей, я потом посмотрю в дискорде. Наряды берцы носят, а офисные туфли. А вот которые просто как бы это, ну это нарядный, да, нарядный? Ну, в смысле, это тот, который выезжает в город, это фактически наряд. то есть ему нужны ботинки, ну, ботинки. Ботинки, ботинки, то бишь какие-нибудь, нет, ботинки, в смысле, ботинки типа берцы. Я тут типа берцы, что вот. Ладно, давайте мы не будем из-за та самая и... Блин. У меня бы сейчас очки. Ты кто? Ну, вот, кстати, более-менее такие. Или вот. Не, ну это на берцы не похоже вообще это слово никак. Вот эти, кстати, очень модные. Стильные молодежи. Блин, не знаю. Сложно с этими мужиками. короче. Давайте вот все-таки отмазки, но они, конечно, очень модные, но мы спишем на то, что это моднявый полицейский, потому что... О! А потому что университетские какие-то не очень, а эти вот понизу очень даже ничего так смотрится. говорила, что Бэтмен летучая мышка. А, все, поняла, к чему это было. Кросса, давайте, чтобы за воришками легче было бегать. Какой парнишка получился. Мазки на берце есть. Ну вот это, это берце, да, считается. Просто по мне берце выглядит чуть по-другому. Жизненная цель коренной горожанин, черта карьерист. Так, давайте. Жизненная цель. Горожанин, вы предлагаете городской жизнью? Тут еще есть спорт, есть культурист. Что у нас будет, спорт или... Ну, как-то культурист, наверное, ближе. Активный. А-а-а. А я зависла. Тут такое все. Че, он будет добрый или самоуверенный или че с ним? Ну, овчарки вроде добрые достаточно собаки. Я бы преданный какой-нибудь, но это не собака. Слушай, тут нету такого качества. Есть любит собак. Вот, любит собак, ему подходит. Это точно. Берца моему брату на военке такие выдавали. Окей, дружелюбные. Можно попросить после стрима название модов некоторых на внешку. Джейк, напиши, если я смогу найти, я тебе пришлю. Ну, то есть, ты мне напиши, что тебя заинтересовало. Я тебе напишу, могу я найти или нет. Потому что я далеко не все ссылки сохраняю. Вот, поэтому питомцы. Друг животных. Это что, культурист пускай будет. Нужен нам хоть один культурист. Может его, кстати, более качкообразным сделать? Нет, это я не тот ползунок. Этот ползунок. Вот, да. Вот так еще сделай. Потому что я боюсь, он потом, конечно, до шкафа образуется. Как его зовут, товарищи? Мы самое главное не выбрали. Как чувака звать будут? Он похож вообще на овчарку или нет? Или все-таки сделать коричневый хвост с ушами? Вы бы признали в этом человеке овчарку? Может все-таки коричневый? Как-то мне с коричневыми овчарка больше ассоциируется, чем с черным. Так, больше понятно, что это собака. Потому что с черным непонятно, это собака или лис какой-то черный или что. Вот с коричневыми как-то больше понятно, что это пес. А что у него там, кстати, по морде? Все. У него черный нос, коричневые глаза. Ну, вроде, да, собака и собака. На нем, конечно, а, ну вот, черный вокруг глаз это очки имитирует. Не знаю, что ему еще тут можно сунуть, чтобы было более похоже. Комиссар Рекс, точно. Давайте так и назовем. А цель жизни, связанная с полицией, есть? Нет, цель жизни с полицией и связанной нету. Рекс, да, давайте назовем. Рекс комиссар. А комиссар с двумя М, да? То я сейчас напишу. Рекс комиссар. Небритость. Давайте попробуем вот щетину, может быть, ему пойдет, кстати. Прям усы, усы, борода не пойдет, а вот просто как это, пятичасовая тень. Это вот когда, ну, когда мужчина утром вреется, а к вечеру у него уже вот эта вот щетинка есть. Ну, не знаю, ну, так он более мужественно, конечно, выглядит. Ему такую вот, очень, сразу брутальнее стал. Даже не знаю. Или у нас будет гладковыбритый полицейский. Он и так, и так вроде симпатяшка. Не знаю, я уже к этому гладковыбритому привыкла. Бородки уже что-то как-то не знаю. Уже не смотрятся бородки. Пускай гладковыбритые будут. Мы ему глаза коричневыми оставим просто, я как-то видео видела, что пропустила. Да, коричневые глаза, но у овчарок они вроде коричневые. Легко, ищетно, и хорошо смотрится. Ну, давайте. С двумя S. Сейчас, подождите, дайте я погуглю, как пишется комиссар, чтобы... Так. Так, две S, одна M. Окей. Не совсем правильно написал я. Комиссар. Вот так. Ну, давайте он будет слегка небрит. Окей. Окей. Значит, что, вторую собаку будем создавать? А какую вторую? Чем она у нас будет отличаться, что самое главное? Так, ну с этим ок, да? Ок, короче, сейв. В напарнике ему предлагайте толстенького какого-нибудь. Я вот думаю, может, ему цвет кожи чуть поменять? Чуть на более песочный. Сейчас, дайте я попробую вот этому товарищу цвет тела. Я ж могу еще поменять, да? На чуть более какой-нибудь такой, что ли? Чтобы он больше с овчаркой ассоциировался. Один фиг, короче. Ладно, оставайся как есть. Оставайся как есть. Хорошо, еще один товарищ полицейский, да? Так, тоже мальчик. Нам надо толстый мальчик. Ты не толстый мальчик. Так, я не представляю. Ну, сейчас, давайте. Можно мне? А, ну вот, в принципе, был неплохой. Сейчас мы его сделаем толстым полицейским. Так, ты будешь вторым полицейским, тебе такие же берцы, соответственно. Так, теперь давайте сделать из него кого-нибудь. Кого мы из него будем делать? Бульдога, да? Бульдога, носорога. Как бульдоги выглядят? Нам нужен бульдог. Бульдог. Ну, как это предлагаете делать? Вот этот красавчик просто. То есть, вы предлагаете ему это самое. маленькие ушки? А, маленькие ушки, кстати, есть от щенка, по-моему. В смысле, от папи. Вот, 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 сейчас покажу. Есть маленькие у меня ушки собачьи, которые папи-папи именно. Вот эти. Нет, да, вот эти. Они какие-то слишком. Ну, это собачьи ушки, да. такие папи. Есть. Ну, это кошачьи явно ушки. Так, а что, теперь не снимаетесь? Блин. Алло. А? Они теперь не снимаются. О, нет. Они такие большие, что похожи уже даже на заячьи. Корги такса. Может, такие таксу сделаем? Этого можно с усами, пусть имитируют складки под носом. Мопс из людей в черном. Фрэнк его, кажется, звали. Но мопс в пару овчарки звучит прикольнее, конечно же, чем Корги и все остальные. Ну, в плане более карикатурный образ. Вот только с ушами надо что-то решить. Ну, они маленькие и немножко висячие. Они маленькие и немножко висячие. Ну, ну. Так. Мишка. Мишка, мишка. У меня еще. Так, это мы уже пробовали, по-моему. Сейчас. Сейчас мы что-нибудь выберем. Может быть в кепке будет непонятно какие у него ушки. Это пускай будет в кепке. А какой хвост у мопса? Ну, у мопса. А, он маленький. Точно, они же купированные хвосты. Так, ну, короче, на худой конец можно шапку натянуть. Это ободочек. Так. 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 Сейчас такие есть. Ну, это даже кшачьи он. Тиковка. Так, а тут у меня что есть? Это хвосты. Хвосты, 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 хвосты. Так. И еще дайте-ка я проверю вот здесь. Тут у нас тоже хвосты в основном. Хвосты и кот-нуар. Хвосты, кот-нуар. Так, ну, ладно, его, допустим, можно сделать в шапке. Не-не-не, тут еще будет сейчас еще две девушки. Сейчас до девушек дойдем. Сейчас мы будем делать голубя, пони, единорога и все остальное. Мопс почти такой же, как бульдог, но поменьше. Ну да, да, это одно и то же. Фактически. Ну, короче, шапки, наверное, сделаем и все. Еще есть кот-нуаровский уш. Кстати, очень классные крылья скачала. Такие киберпанковские красивые. Не знаю, зачем. А этот у нас будет, в общем, этот. Нести возмездие. Ладно, в общем, шапку мы ему потом наденем, я думаю. Хорошо, тогда давайте мы ему с лицом что-нибудь сделаем. Ну, во-первых, более поросячий носик. Во-вторых, не знаю, будет ли он похож на бульдога. Часто поржать можно будет, да? Так. А что там есть отдельно усы? И давайте с бородкой, который не как-то половчай смотрится. Щеки. Вот. Как можно более щекастый. французы. Франсуа. Единорог, сейчас посмотрим, какой будет. Мопсиус-комиссар. Ну, давайте Мопсиусом, конечно, можно назвать. Так, причесочка. Я сейчас просто истерика. Вот. Идеально. Наверное, не знаю, давайте еще посмотрим. А, слушайте, похож на этого, на актера, который в американских фильмах, как его зовут, который еще озвучивал ежа, грубера озвучивал в пони-муви. Как его зовут? Очень похоже в решетку. Прямо одно лицо. Может, только вы оставите? Так. Что-то еще есть? Нет, прикольно. Ну, он, конечно, в шапке будет, этого будет не видно, но мы-то будем знать, что у него под шапкой. Я не знаю, правда, у меня нет ассоциаций с бульдогами особых. Что ему еще сделать, чтобы он был более бульдожест? может, ему тоже очки? Так. У бульдогов вообще, ну, глаза бывают разные. Ему надо грудную клетку мощнее сделать. Ну, и очки тоже ему можно напилить. ему тоже очки выдадим. У нас будет суровый патруль. Ему надо сделать более выдающуюся грудную клетку. То есть, ему надо сделать не только толстого, но и накачанного. Фрэнк Мопсюз. Почти Стас Михайлов. Ему нужна пижама с пончиками. Нужны более округлые глаза и можно уголки рта опустить. Так у мопсов и бульдогов из-за складок они смотрят вниз. Давайте попробуем. Уголки рта опустить. Ну, у мопсов они однозначно, конечно, они смотрят. Может, мы и эту самую сделать такую. Очень обиженный чувак. Может, у нас еще более какой-нибудь картошечный. Здесь образ просто дойдет до карикатурного. Ну, мопсов да, более приплюснутый нас. Да. Просто сделаем вот так. округлые глаза, округлые глаза. Так. Глаза тут округлее еще, если только руками сделать. Я не уверена, что они делаются круглее руками. Ну, в смысле, это и так одни из самых круглых. Ну, по общему овалу, так сказать. Остальные все более миндальвинные. И они у него тоже... А, ну, они и так у него грустные. Грустнее некуда. Короче, лучше глаз там нет. Там более... еще более узкие все. Если для нефцев будем делать, их можно устроить на почту. Но дреницов пока не это самое. А круглая лысина в качестве пересчёски есть? Да, по-моему. В смысле, вот такого плана? Ну, давайте такую сделаем. Из-под шапки все равно не видно. Как это ожидание реальность? Цвет волос на более светлый. Вот, кстати, да, цвет волос. Действительно, бульдоги это более светлые. Бульдоги обычно как раз такие там белые, коричневые какие-нибудь такого плана. Да, спасибо. Давайте коричневые, наверное, сделаем. Что-то я как-то про цвет волос даже не это самое. Естественно говоря, и подумала. что-то боржат. Ну вот, золотой. Верните волосы, это уже перебор. Он не молодой, надеюсь, он уже явно взрослый. Давайте сделаем взрослым. А что не молодой? Ну давайте вернем прическу, хорошо. Где наша мега прическа? Так молодой или взрослый? Алло. Ну если лысый, то, конечно, уже взрослый. А если не лысый, то, наверное, можно и молодым оставить. А какая-то у него была прическа. Сейчас. так это мопс или бульдог? Ну вообще это был бульдог, но сходила на сайты радио аниме. В смысле? Я же регулярно всякие анимешные радио включала или про конкретный какой-то. Хатико. Ой. Короче. Чувак. Не, давайте пускай тоже молодым будет. Че раньше времени хоронить? Все, шапка тебе. Можно ему, конечно, маленький хвостик добавить. хвостик хвостик мы не добавим, он будет перекрашиваться. Да. Хвостик тут никакой не добавим, потому что у него текстура одежды будет и мутоцикла. Бульда мопс. до свидания. А вот напарник у него молодой как раз так, что взрослый будет с любой прической типа старейшего наставника. Давайте я вам сделаю голосование. Сделать его оставить молодым или старым или че. мелодой я написала. Так, а мы пока его назовем. Слушайте, но я по-моему каких-то может быть еще больше ну не знаю. Просто я боюсь, что если пытаться делать морду мопса еще более выразительную. У мопсов вообще вот у них как бы рот еще выше находится, но я думаю это будет совсем перебор. Так, что пускай так будет действовать. Можно еще носик чуть-чуть повыше. голосование там есть еще идет. Молодая резвая овчарка и суровый взрослый бульдог. Да, типа того. Че вы там предлагали? мопсиус точно, мопсиус. Давайте его мопсиусом назовем. Он, конечно, бульдог, пускай будет мопсиус. Тоже комиссар. Так. Так. И он нас будет, конечно же, любителем покушать. Конечно же, он будет любителем покушать. Он будет гурман обжора. А че это одновременно нельзя? Ну, ладно, пускай он будет неуклюжий. И... И веселый. Так. Че вы наголосовали? Че, реально 50 на 50? Фрэнк мопсиус? Ну, давайте Фрэнк в честь собачки из этого самого. Фрэнк мопсиус. Там кнопочка наверху на строке, где главная каталога, дальше твергольничек и настройка звука. Блин, они все так сайты эти выглядят. Как бы. Ой, кстати, мы походку не настроили нашему товарищу первому. А я сейчас уже не настрою. Дай ему походку или настрою. Так. Да, вот. Ну, по голосам да. Ну, окей, да? Вот с неуклюжими аккуратнее. Это как-то у меня был неуклюжий перс, так он сам себя поджег, когда готовил. Да, с 50 на 50. Ну, пускай тогда молодым будет. Повзрастеть он всегда успеет, если что. он будет хмурым полицейским. Думайте. А мне кажется, наоборот, веселым. Он же люди, которые любят покушать, хмурыми не бывают, мне кажется. Дорогу молодым. Что вы думаете по поводу хмурого? Мне кажется, как-то прям как из британского сериала Перс. Ну да, наверное, что-то такое. Мне кажется, люди, которые любят кушать, сильно грустные не бывают, нет? Они же постоянно кушают. Это же радость. Ну, по типу из того же Зверополиса в приемной, который сидел. Очерашка добряшка, значит, он должен быть антиподом. А, в этом плане, что... Почему обязательно антиподом? Не, он добряк. Да, мне тоже кажется, что он добрый, Перс. Они оба добрых пилицейских. Пилицейских. Ладно, давайте сохранимся. Вам надо перерыв? Будем делать перерыв? Или нет? У нас еще по плану единорог и два голубя. Вот, так что... Блин, мы двух этих самых делали цельную вечность. мопсы нехмурые, они достаточно активные, как и бульдоги, они жизнерадостные собаки, несмотря на свой вес. Вот да, мне тоже кажется, что и бульдоги, и мопсы, они достаточно такие добренькие. Зачет стационный. Давай, удачи тебе, не пуха. Мне кажется, перерыв лишний. Ну, хорошо, тогда продолжаем. Если кому надо, можете пока сгонять. пока мы тут делаем. Давайте дальше, наверное, короче, у нас будет единорог тире пони, я не знаю, как сейчас получится подобрать ей рог и венок на голову, и это та самая пони, которая катает, катала бы детей в парке. Ну, короче, ну, скорее всего, я хочу что-то типа бутика-курусель сделать, вот, и там двух голубей, и, ну, голубь, мальчик, наверное, будет содержать это место, голубь, девочка, будет одна из актрис, и вторая актриса, наверное, будет, соответственно, единорожка. Мы сделали двух собак полицейских, теперь делаем еще один творческий коллектив, или типа того. Когтяузер, да, Когтяузер, точно. Так, там, не больше пяти смайлов, если что. Короче, вот, в общем, сейчас посмотрим, что получится, потому что, я не знаю, шито конкретно мы будем делать. Давайте мы начнем опять с рога, потому что рог очень многое будет значить нашей жизни. в смысле, я хочу и рог, и ушки, и венок. Всего этого в одном комплекте нету. Я сегодня убилась, пока вискала, поэтому нам надо как-то совместить, но поскольку все это элементы на голову, то я боюсь, что мы можем не смочь все это совместить, поэтому давайте смотреть, что у нас есть. Потому что рог, по-моему, у нас в аксессуарах, а вот ушки и венок на голову, по-моему, это все на голову должно быть. Если я не ошибаюсь, рог, он, по-моему, вообще в сережках. Поэтому сейчас будем пробовать сначала сделать вот это. Потому что я сегодня утром так качнула, вот, но я ничего, как вы понимаете, не... Это, кстати, другой рог, не тот, который у меня в принцессах был. У меня еще один где-то рог есть от принцесс, но давайте мы с этим никогда ничего не делали. А то что, я его качнула и ни разу не юзала. Так не годится. Кстати, цвет камушка меняется. Прикольно. Ну ладно, это мы потом настроим. Так, допустим, рог, это у нас, между прочим, очки. Тогда мы, наверное, сможем еще сделать... Какие у нас тут какие-то ушки есть? Они, конечно, не очень лошадиные. Ну, в целом, хотя бы какие-то. Потому что я еще хочу венок. А венок это украшение на голову. А, кстати, а хвост... Блин, я еще хвоста тут хотела. Зараза. Зараза. Ладно, сейчас посмотрим. Так. Сверху очень темная кнопочка. Алина, я не помню. Какая разница, какой этот самый... Какой сайт для этого самого... Для радио. Они все примерно одинаковый. Пока. Пони бегает по кругу и круги считают в уме. Да. Мне даже нравится ее личка. Ну да, личка, кстати, интересная. Мы же даже не особо будем менять такое. Необычная. Так, корона. В смысле, цветы. Цветы. Это не цветы. Что это? Что такое? А, пониже, которая, кстати. А, это разные иконки одного и того же, я поняла. А, все, поняла. Смещенная, низкая, высокая. Окей. Кстати, а что тут по цветовой гамме? Разные есть? Я еще какие-то качала. Еще я качала какие-то... Так, а, ну вот этот. Это тоже типа ободок. А, еще вот этот качала. Тоже типа ободок. Он, кстати, красивый. Но, уши, уши-то, Карл, можно куда-нибудь нацепить дополнительно. Есть у меня где-нибудь уши тут? Это хвосты. А, ну, те, которые вот вместо хвоста только, да, наверное, только вот этот вариант. Ну, в принципе, они не то, чтобы очень похожи на лошадины, но лучше, чем ничего. А мне еще какие-то уши, а сегодня еще какие-то качала. Только что-то я их не вижу. Подождите. Может быть, я плохо смотрю. Ты кто? Что? А, это рога. Ну, почти. А, и... и... Это что? Это медвежьи, что ли, такие? Господи. Прикольно. Угу. Так. У кого сейчас сделаем пони-единорога-не знаю? Мэри, пока. Похоже на вешалку. Кто похож на вешалку? Так. А вот тут у нас что есть? А, во. Вот он есть, хвост такой. О, у нас получается и хвост, и уши, да? Слушайте, кажется, я знаю в чем причина. Это два файла хвоста. Помните, я говорила, что я убрала хвосты? Они все равно стали появляться. Мне кажется, я только один убрала. А их Карл два. Ой. Прикольные ушки. Ну еще меньше похоже на поняшные. Так, что тут еще есть? Колготы, носочки. Так. Ну все, тут Селлер Мун всякое разное. А, вот, кстати, платье... А, это бант на платье, сорян. Я там про платье говорила, что у нее висит кое-что. В общем, если вдруг увижу платье, я вам покажу. Можно ей еще копыта сделать? Или нет? А, это Михавушкина копыта, сорян. Копыта, наверное, в обуви. А, ну, короче, все. Мы тогда епировали уши, роги, хвост. Веночек. То есть, можем настраивать внешний вид, прическу и все остальное. В принципе, вроде лошадь собирается. Ну, уши так что. Не очень прям как надо, но... У меня где-то сегодня... Я еще качала именно лошадиные уши. Вот прям лошадиные, лошадиные. Что-то я их вообще в упор не вижу. Не куда-то спрятались от меня. Было бы в идеале, чтобы был и рог, и венок, и все на свете, но я такого не нашла. Я сегодня реально качала больше часа. И, в общем, таких вариантов я не найти. Хм. Может быть, выключить женское? Да. Ну и ладно. Так, вставим туда. Все пытаюсь найти эти уши, которые я еще одни качала. Может, они где-то еще всплывут, я не знаю. Ладно, давайте прическу, потом все остальное. Прическа. Ого, вот я вообще не знаю. Об этом я не думала. Ну, наверное, какие-нибудь длинненькие ей надо. О, и какая! Ну, как бы пони там с длинной гривой и все такое. Кстати, может, такую оставить? Смотрите, какая няшечка сразу. Ааа... Тыщ, тыщ, тыщ. Довольно интересный состав получается. Медведи, лисы с птицами и собаками. Тут здравствуйте, единорог. Чувствую, что это не настоящий единорог, а лошадь, думающая, что она сказочное существо. Дятла, видимо, не надолечилась. Не, это пони, только у нее ободок с рогом еще надет. Это как бы пони. Но она как бы думает, что она единорог. Ну, типа того. А так это пони, да? Это пони, которая считает себя единорогом. Ну, пускай она будет слегка беленькая тогда. Это пони, которая очень хотела быть единорогом. Да что ж я это самое? Люблю эти брови так. Люблю, не могу. Не мешайте лошадям мечтать, что она единорог. О, вот бровки классненькие. Да, она мечтает, что она единорог. Слушайте, может реально я только мейк сделаю? Мне так нравится, как вот эта личка такая необычная. Может только глазки чуть увеличить? Так, ты увеличились или нет? У меня прям, ну, прикольное такое, необычное лицо. Это у нас все достаточно однотипные лошади. Ой, лошади. Ну, вы поняли. Персонажи. Персон! Персон! Продолжение следует... Прям царица. А можно я комбез пастельный на основной? Комбез пастельный? В смысле, который был у Нелли, что ли? Или про что речь? Так, только губки я чуть сейчас по объем не сделаю. По объем не смысле... Можно тебя чуть? Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Просто какой-нибудь комбез в нежных цветах, определенных вариантов нет. Сейчас подумаем. Так. Так, 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 так. Может быть, еще тоньше булавки. Очистка. cred Now, собираем. Так, так. 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 Я маму ем пирожки. Много пирожков. Она тоже будет молодой или подростком или взрослой? Молодой. У них типа там варьете или типа того, короче. Ну как бы пони, которые выступают, ну у них не парк будет, у них типа цирка будет, что-то такое. Смотрим. Может уберем помаду с губы, а то она сразу лет 30 посидела. Да ладно. У нее мейк такой, именно вот с блесточками совсем, короче. Ну, именно такой, знаете, выступленческий. Комбез, комбез, комбез. На вот на голубку я платье конкретное смотрела, а вот на единорога, честно говоря, слушайте, я даже особо не задумалась. Наверное, может это короткое платье какое-нибудь с цветочками. Глаза красные-то специально? Ну, мне они нравятся, но вообще у лошадей черные глаза в оригинале, да? Дайте-ка. Пони. Пони-животное. Можно так? Потому что я смотрю одних Малитл Пони, и как по слову пони мне в гугл выдает одних этих самых. А в оригинале у... Да, у них темные глазки. Ну, даже не знаю. Смотрите, какая милота. Такая. Тетя. Ой. Пускай пока красные будут там решим. Это лошадь-альбинос. Голубей сделать не успеем. Ну, почему? Еще 15-14. Еще, может, успеем. Если мы сейчас быстро выберем платье, не будем с ним полтора часа сидеть, то, может, еще и успеем. Так, короткое платье. Алло. То, что, в принципе, внешность мы уже сделали. Голубку тоже там более-менее понятно, что хочу. Собственно, на Голубку я вот такое платье с крылышками смотрела. Еще вот такое. Вот. Можно каким-нибудь поделиться для лошади. Хотя лошади я бы какое-нибудь более воздушное взяла. Ну, знаете, обычно их так наряжают очень по-девчачьи. Потому что Голубка у нас такая будет более вретро. Вот. А лошадка такая более... О-о-о-о. Более мимимишная должна быть. Может, такое оставить? Или вот эта очень тоже нежненькая. Дайте, наверное, вот эта на постоянку, а вот тут цветочная еще на какой-нибудь вариант. Пам-па-рам-па-рам-пам-пам. А-а-а, кто еще в цирке будет? Ну, только они. Две. О, у меня такие, кстати, есть. Она как-то маленькая смотрится и много делает. Ладно, пускай большие будут. Классические. Эти самые. Короче, две актрисы и один тип хозяин. И хватит с них. Ну, все, наверное. Как бы... Ноготки еще какие-нибудь надо. Ноготки у нас ничего не снимут же. Снимают хвост. Поэтому без ноготков. Так, ну, это упрощает задачу. И... А так, ожерелья у нас нету. Вот ожерелье какое-нибудь еще и сюда надо. И все. Как бы... И мы сделали. Видите, какие мы молодцы. Штычокер. Не. Бантик. Ну, видали. Раз-раз и сделали. Мы, наверное, розовые оставим. Тут веночки не только розовые есть. Но он, наверное, такой... Самый адекватный. Ну, и глаза. Можно, конечно, и сделать карри и глаза. Ну, карри тоже красиво. Ну, пускай с карриями будет. Хотя лошадь-альбинос тоже прикольно звучит. Может, копыта выдадим? Не, ну, копыта там... Натурально будет, странно. Получается, прям пони девочка-девочка. Но они ж такие и есть. Вот это. Лили? Лили Мэйсон? Дейенерис в платье для голуб... Для голуб... Чё? А какие-то заготовки именно для голубей? Нет, нету. Акакия нет. Акакия, это странно. Лошадей разные глаза. Видел один раз с небесно-голубыми. Но красный имен нравится. Моего перса очень напоминает. Ладно, давайте красный. У нас будет лошадь-альбинос. Всё. Значит, эм... Ну, какая она будет... Ладно, какая она нормально ходит. Для разнообразия. Чё у нас? Любитель природы, наверное, какой-нибудь. Независимый ботаник. Или популярность и всемирный друг какой-нибудь. Душа компании. Пинки Пай, короче, у нас будет местный. Любит природу. Весёлая. Ну, точно Пинки Пай какая-то. И... Викторианг. Пусть будет вечное дитя. Ну, ладно уже. Весёлый хватит с нас. Лилия Юникорниус. Сестра моей персонажи. Прям так более нежно. Очень нравится. Заверните, беру. Как Паняшу зовут? Слушайте, как Паняшу зовут? Лилия. Ну, Лилия нет. Ну, Корнис. Анна... Анна Мэй. Так, Транслейт. Может, мы её как-нибудь типа Фэйритейл назовём? Ну, сказка. Ну, как бы Фэйритейл, Хвост. Там всё вот это вот. Как аниме, да? Хвост Фэй. Флаффи. Ну, она ж не Флаффи, Изабелла. Давайте я, короче, хочу назвать её Фэйритейл. Причём слитно. А вот фамилию... Ну, она как бы Фэйритейл. А фамилию... Фамилию, фамилию, фамилию. Лошадь. Фэйритейл лошадь. Сказал мне, оппинг заиграл в голове. Ну, к счастью, я Фэйритейл не смотрела, поэтому мне норм. Мэйсона. Что за фамилия Мэйсон? С чём она ассоциируется? Корм. Корм. Типа, рок? Но он хорн. Пусть будет лошадь. Хорошо, она будет Фэйритейл Хорс. Всё. Эмилия. Эмилия. Ну, Эмилия красивая. Ну, хорошо, давайте Эмилия Фэйритейл Фамилия. Всё, пускай будет Эмилия в баню. Изабелла тоже, кстати, с лошадями ассоциируется, но меня с этим персонажем не ассоциируется. Мы звали Денина Рога из последней серии, когда она была девушкой. А-а-а, не помню. Тоже не помню. Вот пускай так будет, тут не суть важно. Всё, короче. Давайте голубей делать. Сначала тоже женщину давайте, с ней проще. Потом на мужика сколько останется времени. Пони, которая считает себя и не дорогой с фамилией Лошадь. У неё это самое... Расщепление личности. Короче. Голубку я хотела делать в ретро-стиле. Может, тоже по поводу имени. Пока соображать. Ну, она тоже белая. Ну, короче, я хотела делать классическую белую голубку. Такую, знаете... Как на свадьбах. Вот. Правда, не знаю, насколько у нас получится. Нифига, у тебя губы. Вот это у тебя губы. Вот, и её я хотела делать с... Давайте сначала прическу. Короче, я и качнула пару ретро-прочёсок. Хотя бы ещё найти. Нет. Так, во-первых, вот эта. Такая милашненькая. И... Ну, наверное, эту мы возьмём. Потому что вторая, по-моему, была двухцветная. С чёрным ещё. Если я всё правильно помню. Боже, сколько у меня уже всякого накачано просто. Какое ладбище. Чё-то я не вижу второй. Хотя она, по идее, где-то рядом с первой должна быть. Потому что от одного... А, вот эта. Ещё вот такая есть. Но она... Двусветная? Не, есть чисто белая. Даже не знаю. Это тоже красивенькая. Это, кстати, наверное, даже больше на голубку похоже. Да, давайте, наверное, вот это. Она как-то больше на голубиную похоже. Так, можно вам тело обычное? Похоже мне эти тела. Чё там у голубей по глазам? Красные тоже. Так, дайте белого голубя найду. Белый голубь. Белый голубь. Белый голубь. Белый голубь. Белого голубя... Где вот эти вот пушистые? Пушистые. Вот, 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 про такого я. Вот, про такую дичь. Какое у него там цвета глаза, вы видите? Я не вижу. Серьёзно, не вижу. Они жёлто-зелёные, что ли, или мне клюки? Какого цвета вы видите глаза? Ну, короче, светлые, не чёрные. Я бы, конечно, очень хотела именно такой вот костюм какой-нибудь. Прям с перьями. Но, естественно, ничего такого я и помине не нашла. Чёрное-белое. Причёска похожа на маму Драко Малфоя. Так. Гульнара. Глория. Вот Глория, да. Глория, давайте. Глория красивая. Для голубя. Глициния. Человек простой. Если голубка, то Лави. Ха-ха-ха-ха, ну да. Ну, у Лави немножко другая была. Гость ильпина про сушуэтра. Ну, что-то такое, да. Наверное, ну. Чёрный-чёрный. На шею ей обязательно нужен какой-то красный чокер. Лента к голубям. На свадьбах красной ленты она очень часто вешают. Кто-то помнит, как звали голубку из фильма Кот Гром и Заколдованный дом. Ой, я не помню. Такого фильма даже не помню. Давайте сплатьем, а потом Майк подберём. Кстати, ну, поскольку это голубь, то как бы... В плане... Без ушей. Вот. Короче, я вот, наверное... Вот это платье с крылышками, оно как бы символизирует что-то, да. Но вот это, допустим, платье со стразами, она больше подходит ей как актрисе, скажем так. Чё вы думаете? Вот. У меня ещё есть, конечно, всякие другие белые платья, но они будут менее в тему. Вот. Поэтому, наверное, стоит выбирать из тех двух. Потому что тут есть всякие разные, но они ещё меньше ассоциируются и с одним, и с другим. Поэтому я бы, наверное, выбирала вот с этого, с крыльями, в кавычках, и вот из этого, в кавычках, артистичного. Вот. Потому что всё остальное, вот... Ну, я бы хотела что-нибудь с перьями конкретно, но конкретно такого, ну, нету. Нету в сети такого, чтобы прямо перья-перья были какие-то. Вот. Поэтому выбор у нас уграниченный, товарищи. Пиджин. Пиджин. Как голубь по-английски? Ща. Пиджи, по-моему, просто. Голубь. Бе. Голубь. Дав. Или пиджон. А пиджин как читается? Дав. Так, это дав, пардон. Не то. А, наоборот. Пиджин. 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 Ну, давайте. Или дав. Или пиджин. Ладно, дав. Дав. Та. В. В. Я как-то с английского на русский прыгаю. Блубёрд. Выделите ей платье лабутена с крылышками можно на основное, с брёздками на праздник или вечеринку. Крылья надо нацепить. Со стразами вульгарно как-то. Ну, давайте ей на основное тогда с крыльями, а со стразиками действительно на какую-нибудь вечеринку или типа того. Насчёт ещё дополнительных крыльев. Ну, у нас, конечно, есть всё ещё наши белые крылья. А ещё у нас есть наши всякие пирьевые крылья. Которые, между прочим, в головных уборах. Лабутеной вы предлагаете красную ленточку? Я не уверена, есть у меня прям лабутена, лабутена. Ещё есть, конечно, всякие вот такие штуки, но, как бы, оно как перья тоже не выглядит. Насчёт крыльев. Вот у меня есть крылышки. Но, опять-таки, они будут по-это самое, я предлагаю, без крыльев. Давайте у нас хватит того, что у нас есть рукава, как крылья. Ну, не знаю, если только маленькие, которые для синичек и прочего использовали. Мне как-то, в принципе, и рукавов, на самом деле, хватает для имитации крыльев. Не знаю, что вы думаете, нужны ещё контурные крылья или хватит с неё этих? Ну, в смысле, допустим, там, где другой её наряд, можно ей, конечно, ещё и контурные выдать. У меня есть такие вот белые. А, ну вот, кстати, да. Можно сказать лабутены, правда, пальцы торчат. Ну, вот эти давайте более такие классические лодочки. Хотя у меня тут много всякого есть. Странненького. Всё есть такие вот, с завязочками. Мне вот в этих туфлях не нравится, что пальцы торчат. Серьёзно. Поэтому давайте, вот они больше под прическу. А, тут есть более светлые. Вот, светлые есть. Всё, отлично. Пафосная женщина. Основной пусть так, на вечеринку пусть крылышки. Она выглядит, как учительница по музыке. С завязочками классные. Ну, пускай будут более классические такие будут. Фиг с ней. С северным оленем. Короче, у нас будет... Это, знаете, такой... Лошадь у нас будет в основном выступающем составе. А это у нас будет... Так, макияж, кстати, мы ещё не сделали. А это у нас будет, значит, такая пафосная... Как это? В балете Прима называют, а в этом... Какое-то, мне кажется, есть название ещё и для просто... А, чокер мы хотели, ленточку красную. Как-то, мне кажется, есть название ещё и для... Когда в... Ну, вот, в балет... Ну, не в балетной трупе, а в цирковой трупе или типа того. Тоже там есть определённые, мне кажется, названия для вот... Главных, так скажем, выступающих... Давайте мы и цветочек сделаем. Выступающих главных товарищей. Так, я не помню, как оно называется. Я такой не очень. Нет, наверное, это тоже какие-нибудь такие... Супер навороченные глазюки. Типа таких. Примадонна, да, Примадонна, точно. Про Лобутен и заговорили, меня в глаза играла... Водила меня Серёга. Сальвиз... Не, Примадонна я имела в виду. Она хореограф. Ну, может быть, да. Савины крыли можно на другие образы. В основном она их как будто сложила. На праздничном савинами будто распашнула. Да и для выступлений эффектнее выглядит. Ну да, согласна, кстати. Сразу призрак опера вспомнился. Так. Губы. Ой, блин, не туда опять. Опять не туда. Сейчас мы ещё поугараем, когда будем голубя делать. Вот там мы опять будем угорать. Я чувствую, потому что там как бы, да, там. У меня такие планы на голубя. Широкие. Ладно, не будем сильно переборщать. Переборщивать. Переборщать. Господи, что за слово? С макияжем. Серьги. Вот тут надо какие-нибудь или перышки, или что-нибудь. Что у нас от голубя почти ничего не осталось, что называется. Так, у меня есть вот такие, в принципе. А, я помню. Вот, я вот эти скачивала. Во, вот сюда вот эти. Вот они такие тоже на крылышки похожи. Во. Слушайте, ну это уже прям женщина из высшего общества. Которые что-то там с одиночеством не очень. Но не классные. Такие вот прям. Но они кроме таких персов никому особо и не подойдут. Смотрите, какие. Серьёзные. Борщ пересолила, солью переборщила. Пушистую штуку надо. Ну, нет у меня пушистой штуки. Та штука, которая от Fluffy Puff, накидка, она сюда не очень, и она на пух не похожа. Она похожа на иголочки. Вот. Я бы очень хотела сюда какой-нибудь боа с перьями. Но нету боа с перьями. Серьёзно. Искала. Потому что та, которая вот от Fluffy, она, ну, она смотрится очень лишнее. С рукавами так точно. Тут бы именно как шарфик боа подошло, но такого нет. Перо в голову. Нет у меня перьев в голову. У меня только шляпа с перьями есть. Сюда это перебор. Перо с шляпой у нас будет, наверное, у мужчинки. Мужчинки. Ещё всякие такие штуки. Ну, не, я хочу, чтобы завитушки были видны. А прямо отдельных перьев тут нет. Тут только со шляпками. Есть, конечно, перья, которые от лебедей, но это перебор. Пере, пере, да. Да всё, хватит с неё, я думаю. Так уже не царица королевная. Ты меня видишь? Вижу. Девушка из высшего общества. Девушкам из высшего общества, наверное, трудно избежать одиночества. Губы лучше сделать и более нежными, а то глаза и так очень привлекают. А если губы, то чисто вргальщина. Ну, так я же сделала более помаду в итоге. Ну, короче, неяркую. А цветы тут... Ну, не знаю. Можно только если вот эти. Потому что более крупные... У меня есть ещё и более крупные. Я, собственно, на них и смотрела. Ну, мне кажется, тут уже... Как это? Где наша не пропадала, что называется? У меня есть какие-то... Ещё у меня были прям такие. Вот эти ещё есть. Да, это уже прям совсем. Это только если вы в этот самый образ. Вартистичный. Ну, вот эти есть только. На них, в принципе, под прическом норм смотрится. Чё она у нас? Глория Дав. Я думаю, она у нас... Искусствовед. Короче, мы сделали... Типа, овчарку. Я всё ещё сомневаюсь насчёт его цвета кожи, но лучше мне что-то ничего не нравится. Типа, бульдога терапит буля. Типа, пони, которая думает, что она единорог. Это, которые пони в парках возят детишек. Вот, сделали голубя. Очень брутального голубя. Так. Чё там? Это самое эгоцентричное. И... Может, она будет непостоянная? Постоянная? Для разнообразия. Так. И вот она как раз будет ходить у нас. Вот так. Не люблю Music Love Salaam. Не, а я люблю. Мне норм. Не, вот так пускай ходит. Не очень. Ревнивая. Да пускай не постоянная будет, да. Ревнивая, это пускай у нас голодь будет. Она на страховке прическа. Это мой любимый мюзикл. Пони, кстати, забыли камень на роге поменять. Да он вроде норм тут. Он такой розово. Ой. Розово. Ну чё ты не тыкаешься? Камень. Зараза такая. Камень. Камень. Так, сейчас у нас вот этот. Тут, в принципе, есть чисто розовые. Но они, по-моему, какие-то тёмные. Да пускай этот будет, он норм. Такой светло-розовый-зелёненький. Не, мне нравится. Пускай будет. Всё. Эту сохраняем, товарища, голос. Окей. И делаем товарища мужика. Так. Эдель. Нас так времени нету. Ты всё ссоры присылаешь. Женская? Что я не помню. Да, наверное, она женская. Ну, не суть. Ну, у нас будет мужская. А чё чёрное перо? Можно белое? Белое только за жёлтую штучку. Ну ладно. Я у ворона перо отобрал. Голубь Геннадий. Если что, вырубай. Потом полстрима без звука будет. Ну, будет же запись. Запись будет... Запись у меня моя, поэтому она будет. Ну, они, наверное, муж с женой пускай будут. Сейчас мы по лицу ещё немножко переделаем. Пускай они будут супруги. Там разберутся. Франсуа. Может овчарки завести овчарку? Не-е-е. Такая музыка не для меня. Это же классик. Короче. Слушайте, ну ему и бородка идёт. Я даже не знаю. Он так норм. Ничего так мужчина у нас. Даже не знаю, что тут править. Он как-то сгенерился очень удачно. Если есть предложение, что поправить, можете предлагать. Но по мне очень хороший голубь. Очень пухленький голубь. Тогда я надеюсь, что прям Франция. Думайте. Он у нас будет... Ну да. Пускай будет у нас главарь. Хочет стать лидером лучшего клуба. Самоуверенный. Ревнивый. Спасибо. И... Крегерист. Жорж. Жорж. Да, хороший вид Жоржа. Сегодня все симы на базе сделаны. Ну да. Так, блин, ну... А просто мы этих симов уже 100-500 миллионов сделали. И вот как бы, ну... Вы все знаете, что получится, если я буду с нуля сама делать. У меня не получится одинаковый. У меня стрим почему-то после Меладзе начал лагать. Походу, это Меладзе. Какой он? Какой Меладзе? Слушайте, пишите, что вы думаете по поводу голубя. Вас устраивает, что он толстый? Что он с бородой? Что вас устраивает этот голубь? Кого-то напоминает сильно. Не могу понять, кого он. Это Коломба? Это голубка по-французски. Франсуа Дюпон. Франсуа. Ну давайте Франсуа. Ну просто Франсуа, ну да, поставим. Пускай не будет у них одна фамилия. Ладно, пускай будет Франсуа. Все устраивает, кроме имени. Все, Франсуа уже написала. Пусть я так буду. Чувак, брови давайте ему чуть-чуть другие сделаем. Просто я... Вот я сейчас попробую что-нибудь изменить, и будет хуже. Вы посмотрите. Уже не топ. Понимаете, уже не прикольно. Маленькие брови ему ушли больше. А может... Вот такие вот. Какие пижонские голуби, да? Вот тоже. Но у нас это вообще пижонский квартал такой. Вот. Слушайте, дайте я еще раз на овчарку посмотрю. Может, его все-таки не таким темным сделать? Я не могу. У меня слишком темный. Выбивается он из этой... Тусы. Вот, давайте вот таким он будет. Он все еще смуглый, похож на овчарку. Но хотя бы не выбивается, мне глаз не режет. И вот этого они таким сделаем. Тоже чуть более желтоватым, а не красноватым. Вот что-то они как-то сильно у нас... Как будто они там не пончики едят, а что-то другое делают. А, и, кстати, татухи. Надо раздать татухи. Женщина, повернитесь к нам лицом. И буду сказать, я не знаю, есть ли... Там только на передней части или... Не, на задней тоже есть. Ну вот, тебе на заднюю часть. Такая супер-мега татуха. Так, тебе татуху выдали. Тебе выдали... Лошади татуху будем выдать. А вот ей как раз-таки можно выдать татуху на кисть цветочки. Раз она у нас такая вся... Мимимишная, пускай вот с этой татухой будет. Но мужикам я даже не знаю, выдавать ли им татухи. Или уже без татухи пускай будут. Да, на всех татух не хватит. Ну, овчару можно что-нибудь. Татухи, пончика, к сожалению, нет. Овчара, давай мы тебе что-нибудь... Рукав какой-нибудь. А, вот собачку ему. А, не, вот эту надо этому толстому. А тебе мы выдадим что-нибудь мужицкое, брутальное. Эм. Эм. Это что? Медведь. Да уж. Они знают, что мне ничего не нравится. Будет без татухи. Толстому дадим татуху. Толстый тебе татуху дадут. Ты должен радоваться. Ты в числе привилегированных. У тебя будет татуха собачка. Все, короче. Понят совсем другое. Будет ли у нас француая и француза. Кстати, а как у нас француаза и француза? Блин. Что-то как-то мы повторяемся, товарищи. Вы не помните? Носик был в трех. Но мы носики решили не делать. Давайте он тогда будет Жорж какой-нибудь. Де-Жорж, ладно. Де-Жорж. Раз у нас уже француаза. Я же забыла, как у нас кого зовут. Джорж. Джорж. Кольца голубя. Кольца голубя. А так у нас и собаки без колец. Они что ж супруги? Не поверить. Я просто... Кстати, вот у нее с завязочками. Ну, голубям кольца, наверное, я смогу надеть. А вот этим товарищам я не знаю. Тут у них... А, ну, в принципе, они без хвостов. Поэтому, наверное, смогу. Или не смогу. Тут эти самые... Используются одни и те же слоты на кольца. И на некоторые другие предметы одежды. Поэтому я даже не знаю. Ну, вроде эти надевают. Чувак, тебе говорят кольцо. Я им по-нашинскому одеваю. Хотя они, по идее, живут не у нас. И у них кольцо должно быть на другом пальце. Ну, ладно. Я им на эти пальцы надену кольца. Поверх перчаток. Ну, ладно. Сойдет. Так. А вам, мадам, можно надеть кольцо? И этому вашему товарищу мужу. Короче, они там вдвоем, на самом деле, ведут дела. И лошадку бедную эксплуатируют. Так, вы там мюзиклы обсуждаете. Будет серый дохлый голубь менее пафосного района. Короче, этих товарищей сохраняю, значит, в менее пафосном районе. У нас не будет дохлого голубя. Но у нас там будет ворон, который такой ворон. Ворон, ворон. Не знаю, барон местный там, знаете, такой. Будет сорока-цыганка. Будет воробей-подросток. Мышонок-подросток-девочка. Мышку мы сделаем. Вот. И кот. То есть ворон, сорока, кот. Мышка, воробей, пятеро. Вот. Это у нас будет а-ля трущобы. Вот. Полдохлого голубя не будет. У нас будет пара жирных голубей, которые добились. Которые очень много участвовали в свадьбах. Колготки я им не одеваю, потому что они... Тут нет нормальных колготок телесного оттенка. Они все очень сильно отличаются от цвета кожи. И получается не очень красиво. Поэтому без колготок будет. Можете считать, что там есть колготки. Лис к лисице появился. Лисица там это с волком тусит. Жеш. Жеш. Нужна крыса. Ну вот я хочу мышку. Не крысу, а мышку. Но... Ну просто на мышку я там прическу одну нашла. Которая такая... Ну короче, ушастая. Похожая на это самое. Ну там посмотрим, будет она крыска или мышка. Ну скорее мышка. У меня все кошмар наглючится после Меладзе. Слушайте, реально у всех что-то все заглючило после Меладзе. Не знаю. Я надеюсь, мне там еще страйка не прилетела на Твиче. Ну пока все еще в эфире. Значит, на следующей неделе мы, наверное, тогда начнем... Построим что-нибудь. Пару-тройку стримов построим. И потом в мае будем делать трущобный район. Где-то тут, наверное. Или тут, не знаю. А тут мы будем делать особняк собак. Потом, наверное, типа полицейский участок для этих двух. И типа цирка-будтика-карусель. Ну в таком духе, да? То есть для этого троих товарищей. К мыши в компанию можно крыс. Ну я поняла, но я просто не знаю, чем они отличаться будут-то. Там просто какой-то рыжий рядом с лисицей. А, это рысик. Это они подросток. Это вот рысь-подросток. Лиса, ну нормальный персонаж. Волк и манул тоже подросток. Короче, у меня как бы вот эта парочка тут. Вот эта парочка. И теоретическая младшесть будет эта парочка. Не знаю, как там пойдет. Мышка более тихая. Крышеныш пацана-хулиган, который тянет ее на воровство. А, в этом плане. Ну, если мы сможем создать. Перезошла. Окей. Значит, все. Тогда будем заканчивать. Я все еще надеюсь достроить дом вот этих вот товарищей. Я так и не достроила. Вот. И на следующей неделе тогда начнем вот этих товарищей. Все. Спасибо большое за компанию, за идеи, за участие в голосовании. В субботу у нас будет новости. И я надеюсь, что Старджью Вэли с Крисом. Так что приходите, у кого будет время. Ну да, смысл. Волк у нас вообще бабуля. Ну да, волк у нас вообще бабуля. Кстати, да. Скоро должен уже выйти каталог, по идее, по вязанию. Пока точно и да, это не было. Но уже было голосование за название каталога и за логотип. Так что уже на финальной прямой, что называется. Я думаю, уже достаточно скоро будет анонс. Все. Большое спасибо всем за стрим. Увидимся с вами в субботу или на следующей неделе. Всем пока-пока. Хорошее окончание недели. Рабочей-учебной. Рабочей-учебной. Продолжение следует...